Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. Ранее я уже неоднократно рассказывал о том, что Минздравом и МВД совместными усилиями был подготовлен законопроект о налаживании информационного взаимодействия между двумя ведомствами. Речь идет о создании специальной базы данных и реестра, куда будет загружаться информация о водителях, которым противопоказано либо ограничено управление транспортными средствами. То есть, когда человек будет обращаться в ходе медосмотра, либо какого-то обычного обращения за медпомощью, причем неважно в какую клинику, государственную, либо в частную, в случае выявления у него в ходе обследования противопоказаний к управлению транспортом, эта информация со стороны медиков будет загружаться в этот реестр. Соответственно, МВД в лице госавтоинспекции буквально в режиме онлайн сможет эту информацию получать и в случае подтверждения диагноза либо ограничения по здоровью водительские права будут аннулироваться. Соответственно, человек будет направляться на внеочередной медосмотр. Если по его итогам диагноз подтвердится и ему будет полностью противопоказано управление транспортом, то водительские права обратно он уже получить не сможет. Если будут выявлены какие-то ограничения по здоровью, к примеру, управление транспортом будет разрешено только определенных категорий, то соответственно ему будут выданы уже новые права с другими категориями либо другими ограничениями. Если же состояние здоровья его не подтвердится, то это аннулирование просто-напросто будет отменено и он сможет дальше управлять транспортом. В июне 2022 года правительство уже поддержало данный законопроект и внесло его на рассмотрение в Госдуму. Первое чтение этого законопроекта должно было состояться уже на днях 17 октября 2022 года, но в итоге оно не состоялось. Это первое чтение перенесли на 27 октября 2022 года, то есть на ближайший четверг. Вероятность того, что этот законопроект будет одобрен довольно-таки высокая, учитывая, что его уже поддержали на уровне правительства. Помимо этого я напомню, что со стороны МВД России уже опубликован для общественного обсуждения проекта постановления правительства, в котором содержатся новые требования к выдаче водительских прав и сдаче экзаменов. Помимо прочего, как я уже рассказывал ранее, одним из пунктов этого документа как раз-таки прописан механизм аннулирования водительских прав в случае получения информации о состоянии здоровья водителя. И указанный законопроект, который рассмотрят в Госдуме в ближайший четверг, и этот проект постановления правительства от МВД, оба документа в случае подписания заработают с 1 марта 2023 года. Вот такая вот информация. А что вы думаете по этому поводу, свое мнение вы традиционно можете поделиться в комментариях под этим видео. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok